Перейдем теперь ко второму оператору, который присутствует в интерфейсе класса типов monad. Это так называемый оператор монадического связывания. Этот оператор настолько важен, что он присутствует в логотипе языка Haskell. Это оператор, который называется bind. Давайте посмотрим, какой у него тип. Вот перед вами этот оператор. У него довольно сложный тип. Это функция двух аргументов. Она принимает аргумент A, упакованный в монадический контейнер, значение типа A. Принимает стрелку к лейсли из A в MB. И возвращает нам в качестве значения монадический контейнер, только в него упаковано уже значение B. То есть, на самом деле, идея оператора bind общая со всем заключается в следующем. Он должен взять для каждой конкретной монады, выгнуть из монадического контейнера значение типа A и передать его в стрелку к лейсли. А в качестве аргумента получить значение типа B и вернуть это значение. В общем, на самом деле, все выглядит очень просто. Но вот этот вот самый оператор монадического связывания, он как раз связывает два монадических вычисления. Параллельно с той историей, которую я рассказал, и которая выглядит очень простой. Просто передать аргумент в функцию и вернуть результат этой функции. Оператор bind также выполняет некоторую работу, которая обеспечивает нашему контейнеру тот эффект, который мы описали на первом степе. В каждом конкретном контейнере return реализован своим образом и bind тоже реализован своим образом, который как раз обеспечивает выполнение тех эффектов, которые нам нужны от данной конкретной монады. Оператор монадического связывания имеет низкий первый приоритет и левую ассоциативность. То есть скобки при цепочке этих операторов, а мы будем работать именно с цепочками вычислений, связанных этим оператором. Скобки в цепочке ассоциативны влево. Теперь давайте поймем, на что же похож тип этой функции. Давайте вспомним, какие у нас операторы, связывающие функцию и аргумент, имелись. Самый простой оператор, который у нас имелся, это оператор доллара. Он работал следующим образом. Он просто брал функцию, брал аргумент и применял функцию к этому аргументу. Он был право ассоциативен и имел низкий приоритет. Мы также сказали, что мы можем переставить аргументы в доллар и использовать некоторую другую функцию, которая в той версии компилятора GHCI, которая здесь у меня стоит, 7.6.3, еще не доступна, но в 7.8 и тем более в 7.10 она уже доступна. Это функция амперсант, оператор амперсант, который повторяет оператор доллар, но просто с переставленными аргументами. В качестве первого аргумента используется аргумент функции, в качестве второго аргумента у нас используется значение функции. Операторы доллар и оператор амперсант, они дополняют друг друга и позволяют описывать некоторые цепочки вычислений. Давайте посмотрим, как эти цепочки работают на некоторых простых примерах. Ну, сначала доллар. Давайте сделаем некоторое вычисление с помощью доллара. Ну, давайте напишем там плюс 1. Это функция, примененная к, ну, скажем, умножить на 3. Примененная с помощью доллара к плюс 2. Ну и, наконец, примененная к какому-нибудь значению, к значению 5. Вот у нас есть некоторое обычное вычисление, записанное в виде цепочки. Обратите внимание, что вычисления развивают следующим образом. Начинаем с пятерки, прибавляем двойку, получаем 7. 7 на 3, 21. И, наконец, плюс 1 мы получаем 22. С помощью оператора амперсант мы можем записать эту цепочку в другую сторону. То есть, развернуть конвейер вычислений. Действительно, те же самые вычисления с помощью амперсанта записываются следующим образом. Мы должны начать с пятерки, то есть, с некоторого значения. Написать амперсант. Дальше написать плюс 2. Плюс 2. Дальше опять написать амперсант. Оператор амперсант, обратите внимание, лево ассоциативен. Так же, как и оператор монадического связывания. И в отличие от доллара, который право ассоциативен. Дальше мы должны написать умножить на 3. Дальше мы пишем амперсант. Ну и, наконец, плюс 1. И мы тоже получим 22. Если мы сравним наш оператор амперсант с нашим монадическим байндом, мы увидим, что если мы сотрем букву M, то наш байнд работает точно так же, как амперсант. То есть, если мы будем строить длинную цепочку вычислений с помощью оператора байнд, то синтекс из построения этой цепочки такой же, как здесь. Мы сначала берем некоторое значение, дальше байнд, монадическое вычисление. Ну да, здесь в типе так и указано значение. Дальше монадическое вычисление. Это все вернет нам значение, которое дальше опять передастся в вычисление. И так далее, и так далее, и так далее. То есть порядок, который мы, синтаксический порядок, который у нас есть при использовании оператора bind, он ровно такой же, как при использовании оператора ampersand. Слева направо. Сначала значение, а потом последовательные обработчики этого значения. С другой стороны, наш оператор монадического связывания, оператор bind, он на самом деле похож на функцию fmap. Ну, точнее говоря, он похож на некоторую функцию fmap с переставленными аргументами. Если мы вспомним тип функции fmap из интерфейса functor, из класса типа functor, то мы увидим, что здесь сначала функция, потом аргумент. Ну, аргумент контейнерный, правда. Если я переставлю местами аргументы у функции fmap, flip fmap, то я получу конструкцию, очень-очень похожую на наш оператор монадического связывания. Ну, действительно, смотрите, здесь у нас ограничение функтора f, тут у нас ограничение monad m. Ну, на самом деле, каждая монада является функтором, поэтому мы можем на это различие пока не обращать внимания. Итак, у меня есть значение, упакованное в контейнер, есть функция из a в b и есть возвращаемое значение, тоже упакованное в контейнер. Единственное место, в котором у меня имеется отличие, это вот это вот место. Если в случае функции fmap с переставленными аргументами у меня здесь присутствует просто значение типа b, то есть мы целиком поднимаем функцию в контейнер, то здесь у меня сама функция знает о контейнере. Кажется, что эта функция является частным случаем этой функции. Но не вдаваясь в подробности и детали того, что является частным случаем чего, мы можем сказать, что в случае функции fmap, в случае интерфейса functor, наша функция не меняет структуру контейнера. Структура контейнера остается неизменной. А оператор монадического связывания, в противоположность этому, вполне может изменить структуру контейнера, потому что вот эта функция знает что-то о контейнере, она для каждого контейнера своя, и, соответственно, может выполнять гораздо более глубокие изменения внутри контейнерного типа, нежели чем функция fmap, которая более щадяще относится к тому контейнеру, который он обрабатывает. Итак, мы видим, что оператор монадического связывания, он предназначен для того, чтобы связывать монадические вычисления, а как это делается в конкретных случаях, мы изучим на следующих степах.